Рейтинг 45 отражает качество работы органов местного самоуправления по достижению целевых показателей развития Московской области. Второй год подряд Одинцовский округ замыкает тройку лидеров. Итоги работы управленческой команды администрации подвели на муниципальном совете. На нем присутствовали профильные заместители главы, местные и региональные депутаты. Для того, чтобы удерживать лидерские позиции, нужно сохранять и наращивать тесное эффективное сотрудничество всех людей власти, исполнительной, законодательной и активной нашей общественности. Все это на благо людей, а люди у нас становятся все активнее. Показатель этому и выборы, прошедшие в прошлом году, и соцсети, и добродел. Сильная профессиональная команда, общественный контроль, хорошая коммуникация между жителями и местной властью. Все это помогло Одинцовскому округу удержать лидирующие позиции в областном рейтинге. В 2021 году было сделано немало. 685 воспитанников приняли 6 полисадиков, завершили ремонт Звенигородского подразделения Одинцовской областной больницы и двух подстанций скорой медицинской помощи. Был открыт съезд на северный обход из Новой Трехгорки. Началось строительство школы и детского сада в микрорайоне «Гусарская баллада». Мы приступили к строительству долгожданного детского сада в Кубинке. Закончили проектирование, начинаем строительство садиков в Новой Трехгорке. И все новогодние праздники, помимо наших парков, которые традиционно являются точками притяжения, в этом году, безусловно, самой притягательной точкой стал наш обновленный после реконструкции центра «Звенигород». На муниципальном совете глава округа Андрей Иванов обозначил ключевые задачи управленческой команды на наступивший год. В 2022 году мы также должны быть лично по каждому направлению вовлечены во все наши проекты. Мы должны еще больше общаться с жителями и прикладывать все возможные усилия, чтобы быть лидерами не только в рейтинге этой презентации. Но и самое важное, мы обязаны приносить еще больше пользы для жителей. В 2022 году сделать предстоит много. Строительство детского сада на 330 мест в Кубинке, садика на 400 мест и школы на 2200 мест в ЖК «Гусарская баллада», пристройки к школе номер 8 на 200 мест в Одинцово, а также проектирование и начало строительства школы на 1100 мест в микрорайоне Восточный в Звенигороде, детского сада на 400 мест в Новой Трехгорке, школы на 550 мест в Немчиновке и строительство пристройки на 500 мест Коденцовской гимназии номер 14. Конечно, это очень важные объекты, которые безусловно с нетерпением ждут жители. И мы со стороны общественности совместно с жителями будем при вашем разрешении осуществлять общественный контроль и надеемся, что, конечно, все уложится в срок. Перемены затронут и здравоохранение в числе приоритетных проектов строительства и ввод в эксплуатацию офиса врача общей практики в Савинской Слободе и начало возведения поликлиники на 350 посещений в сутки в селе Ромашково. Главная задача, которая снова стоит перед управленческой командой муниципалитета – сохранить лидирующие позиции. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...